В 2020 году компания «Газпром» планирует начать проектирование газопроводов к шести районным центрам Курганской области, которые еще не обеспечены природным газом. Проекты будут готовиться для строительства газопроводов к селам Целинное, Зверенеголовское, Половинное и Чистозерье, а также городам Петухово и Макушино. В прошлом году было принято решение о начале газификации 10 райцентров Курганской области, где такого вида топлива не было. В четырех из них уже начаты работы по проектированию магистральных и межпоселковых газопроводов. Это город Куртамыш и рабочий поселок Лебяжье, а также села Альменево и Глядянское. С 10 февраля в областном центре стартует зимний фестиваль ГТО. Стать участниками фестиваля могут курганцы в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к первой, одиннадцатой ступеням комплекса ГТО и зарегистрированные на сайте gto.ru, получившие уникальный индивидуальный номер, а также имеющие доступ к врачам. В составе команды 8 участников, это могут быть как мужчины, так и женщины. Участникам фестиваля предстоит продемонстрировать свои успехи в нескольких направлениях. Беги на разные дистанции, беги на лыжах, силовом виде, наклон вперед, поднимание туловища из положения лежа на спине. Каждый участник фестиваля во время соревнований сможет выполнить все необходимые нормативы комплекса ГТО для получения знака отличия по своей возрастной ступени. Это могут быть стрельба из пневматической винтовки, плавание, челночный бег и другие. Заявки на участие в фестивале необходимо направить в центр тестирования ГТО города Кургана в срок до 28 февраля текущего года по адресу 6 микрорайон, дом 6, кабинет номер 13. С 1 января текущего года в Курганской области стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ближайшее время жители Зауралия получат первые квитанции на оплату услуги, предоставляемые региональным оператором «Чистый город». В связи с мусорной реформой у населения возникают вопросы по формированию платежных документов, расчета тарифа, условий предоставления услуги и ряд других. Для информирования населения, оформления договоров и консультирования в ряде районов области с 9 по 22 февраля будут работать пункты абонентского обслуживания «Чистый город». В Шадринске получить консультацию можно с 16 по 18 февраля по адресу улица Комсомольская, 16, строение 2. Часы работы с 12 дня до 8 вечера. В Кургане в 29 раз стартовал традиционный городской конкурс профессионального педагогического мастерства «Учитель года-2020». За всю историю в нем приняли участие 906 педагогов города. В этом году в конкурсе принимают участие 29 участников. 10 из них будут сражаться в номинации «Учитель года», 11 в номинации «Воспитатель года» и 8 в номинации «Педагогический дебют». Среди участников есть те, чей педагогический стаж составляет 1 год 9 месяцев и есть те, у кого он превышает 36 лет. С 31 января по 13 февраля педагогов ждут самые разнообразные испытания. Они будут соревноваться в мастерстве и профессионализме, делиться знаниями, передавать опыт, демонстрировать креативность и творческий подход, проводить открытые уроки и мастер-классы, мероприятия с родителями и детьми, беседы, обсуждения за круглым столом, разрабатывать образовательные проекты. Конкурсные мероприятия будут проходить на двух площадках – на базе школы номер 5 и в детском саду номер 126. С 1 февраля текущего года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории города Кургана с учетом районного коэффициента, составит 7 043,59 рубля. Соответствующее решение было принято на заседании Курганской городской думы. Проект решения согласован со всеми заинтересованными органами, в том числе Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования и Главным управлением социальной защиты населения. Вниманию водителей! В Кургане на улице Доставалова на участке от улицы Мостостроителей до жилого дома номер 20 во втором микрорайоне Заозерного введен запрет на стоянку всех видов транспорта. Данные ограничения установлены для проведения качественной уборки проезжей части, а также в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения. В местах действия запрета будут установлены соответствующие дорожные знаки, в том числе обозначающие работу эвакуатора.